Всем привет, друзья! Это видео с канала DaVinci, которое называется «Почему биткоин вырастет еще выше». Опубликовано оно 30 ноября 2018 года. Ссылку на оригинал оставлю в описании, подписывайтесь на его канал обязательно. А если вы хотите видеть еще такие переводы с его канала, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Сразу скажу, что и название этого видео я перевел с оригинала. А теперь давай интро и поехали! Я потратил некоторое время, чтобы посмотреть видеоролики на ютубе, потому что я хотел увидеть людей с различными точками зрения о биткоине. Если у кого-то есть что сказать, я хочу это услышать. И знаете что? Я понял, что живу словно в аквариуме, если речь идет о криптовалютах. Поэтому я хотел найти веские аргументы, что это не так. Но я их не услышал. Я услышал только о понтесхемах. А самое любимое мною, криптовалюта не может быть валютой, потому что она очень волатильная. Я готов ответить на это, на то, что она очень волатильная. Мы все знаем, что наша валюта, актуальная государственная валюта, типа доллара или другая, короче, она тоже волатильная. Просто вы этого не видите в повседневности, потому что вы используете ее, чтобы что-то купить. Вы не понимаете, что когда цены растут, это волатильность. Вы можете сказать, что ваши доллары или местные валюты не волатильны, но по факту они очень волатильны. Конечно, не настолько, как биткоин. Они не падают на 20% после обеда, но почему это происходит с биткоином? Это новая валюта, только запускающаяся и позволяющая людям поучаствовать в этом. И ей нужно распространить свое влияние среди людей. Единственный способ распространить эту криптовалюту – это майнинг. А что такое майнинг? Люди майнят крипту, а потом продают. И кто-то другой ее получает. После чего тот человек, который купил эту крипту, может использовать ее для покупки чего-нибудь другого. Или просто будет холдить, например. Все в их руках. Теперь. Я понимаю, почему у вас возникает мысль. Как я могу использовать крипту как валюту, если мне нужно будет оплатить завтра какие-то счета? А я даже не знаю, каким будет курс. Я же оплачиваю все долларами. Ладно. А теперь угадайте, что? Когда я храню свои сбережения в чилийских песо, а большинство моих поставщиков берут доллары, а курс двигается, как же я с этим справляюсь? Что ж, я прогнозировал и старался угадать, каким будет курс, чтобы быть уверенным, что у меня достаточно песо для моих долларовых операций. Я о том, что существует много методов сегодня. Правда, я не думаю, что их можно использовать для биткоина в его актуальном состоянии. Я думаю, что как только биткоин находит дно и начинает движение вверх, наступает время его накапливать. А потом, когда вы увидите прибыль, когда цена выше вашей покупки, вот тогда вы можете использовать его как валюту. Потому что вы уже в плюсе. И это моя личная точка зрения в вопросе, как использовать биткоин как валюту. Что ж, вы уже можете что-то купить за него, 4000 долларов или что-то другое, но лучше подождать профита, чтобы потом конвертировать эту прибыль в свою валюту и тратить на необходимые вам товары и услуги. Мне кажется, именно так все и хотят использовать биткоин, как валюту. Почему вы должны верить в биткоин? Есть несколько аргументов. Во-первых, у него ограниченное предложение. К тому же, добываемое майнерами количество биткоинов уменьшается каждые 4 года. Во-вторых, это огромное сообщество разработчиков. Вы уже можете приобретать различные товары за биткоин. Например, я почти всегда оплачиваю свои перелеты, отели, мое компьютерное оборудование. Да все это я оплачиваю биткоинами. Потому что я в этой игре еще с тех пор, как биткоин стоил 1 доллар. Поэтому у меня достаточно много профита еще с тех пор. Вы же тоже можете в этом поучаствовать. Например, если биткоин впадет в безумие, и, я не знаю, сделает 10 иксов от предыдущего пика, я думаю, стоит попробовать тоже на этом заработать. Опять. Биткоин проходит 20 тысяч, идет на 200 тысяч, к примеру. Я бы сказал, что это будет подходящее время вывести часть средств из прибыли, а вторую часть оставить в биткоинах и холдить дальше. По крайней мере, так делаю я. Все, кто думают, что биткоин упадет до нуля, они вообще не понимают системы. Она на самом деле не такая сложная, если вдуматься. Это реестр, в котором записано, что и у кого есть. Никто его не обманет. Нет способа обмануть систему, создать больше биткоинов или... или кинуть кого-то. Ну или прямо украсть ваши биткоины у вас. Так почему же? Почему люди так боятся этого актива? Я думаю, лишь потому, что такого актива вообще никогда ранее не существовало в истории человечества. Это что-то полностью неизведанное. Никто не верил, что существование этого вообще возможно. Это было фантастикой. Поэтому нужно еще время, чтобы биткоин стал стабильной валютой, с прыжками в 1-2%, как традиционные валюты. Но знаете, что самое сумасшедшее? Это то, что в отличие от традиционных валют, биткоин будет постоянно набирать ценность. И это будет происходить намного быстрее, чем падают фиатные валюты. Действительно. И причина этому простая. Наступит время, когда биткоин достигнет конкретной точки. В этой точке количество добытых биткоинов станет меньше, чем количество добытого золота. Намного меньше. В 2025 году в процентном соотношении количество добытых биткоинов будет намного меньше, чем добытого золота за год. В конце концов, и спрос вырастет, потому что биткоин можно будет использовать как валюту и как средство сбережения. Люди захотят хранить сбережения в этой валюте. У вас есть уникальная возможность всей своей жизни быть участниками этого. Я не призываю покупать прямо сейчас, потому что, как человек, изучающий все это достаточно давно, я думаю, у биткоина есть еще место для падения. Возможно, мы увидим отскок дохлой кошки, после которого будет где-то 5-6 тысяч долларов. Но не обманывайтесь. И не говорите «To the moon! Moon! Moon!» Не-не-не-не-не-не. Пока что «To the moon!» не будет. Разве только доллар рухнет. Но я не думаю, что это произойдет в обозримом будущем. Хотя, может, и произойдет. Кто его знает. Так что, лично я думаю, что людям нужно изучать биткоин. Читать книги, понимать, что это такое. Как пример хорошей книги, я могу назвать «Биткоин-стандарт». Я не могу рассказать все об этой книге, потому что на 70% она не о биткоине, а больше о том, как работают деньги. Я думаю, это очень важно понять, перед тем, как начать изучать биткоин. После этого у вас будет больше доверия, чтобы инвестировать. Друзья, я действительно удивился, что DaVinci посоветовал прочесть книгу «Биткоин-стандарт», потому что буквально неделю назад я выложил эту книгу у себя в Телеграме. Вот это совпадение. Я купил ее, правда, на английском языке, и если у вас есть желание посмотреть ее, почитать, ссылочка на Телеграм будет в описании под видео, там вы эту книгу и найдете. Пишите свои комментарии, скидывайте видео с DaVinci, которые хотели бы увидеть в переводе, на русском языке. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и обязательно богатейте. До скорого.